Как мы уже говорили не раз, любовь и преданность зрителей довольно непостоянная субстанция. Именно это прямо сейчас в полной мере испытывает на себе потенциальная будущая Черная Пантара, или точнее исполнительница данной роли Летиция Райт. Ведь еще не так давно фанаты были в восторге от перспектив именно Шури принять на себя роль преемницы Тичалы, ну а в Марвел также не скрывали своего удовлетворения от того, что еще одна ключевая фигура их киновселенной переходит к женщине, но потом все резко поменялось. Так что сейчас толпа призывает не просто отменить Летицию Райт и отобрать у Шури титул новой Пантеры, но и вообще перезагрузить персонажа Чедвика Боузмана, то чего еще недавно нельзя было и представить. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Ну а теперь, как водится, давайте в деталях разбираться в сложившейся непростой ситуации. Сразу напомню вам, что после ухода из жизни исполнителя роли Тичалы Чедвика Боузмана, случилось это в прошлом году, так вот после этого, разумеется, встал вопрос, что дальше делать с франшизой Пантеры. И как компромиссный вариант, было принято решение сделать экранную сестру короля Шури новым лидером, ну и как бы уже с ней продолжать развивать всю историю. На тот момент такой вариант, казалось, понравился всем, а огромное количество зрителей Марвел таки вовсе ликовали, приветствуя новую Черную Пантеру. К слову, даже был момент, когда на IMDb ненадолго, на волне всей шумихи, Летиция Райт стала самой популярной актрисой в мире, но, увы, прошло не так много времени и все в корне поменялось. Почему? Тут все просто. Камнем преткновения стал ковид и вопрос борьбы с ним. А началось все с того, что Летиция Райт разместила в своем твиттере ссылку на некое конспирологическое видео из ютуба, где людей призывает не вакцинироваться от ковида-19. Поскольку Райт не добавила никаких собственных комментариев, публика решила, что актриса полностью согласна с мнением авторов данного ролика, после чего множество людей ринулись высказывать свое недовольство таким поведением будущей Черной Пантеры, недовольство очень быстро переросло в настоящее негодование, а ситуация стала выходить из-под контроля. Причем, что удивительно, в этот раз коллеги из Марвел, которые отстаивали того же Криса Пратта или Джеймса Гана, не высказали своей поддержки Летиции Райт и даже более того. Например, Дон Чидл и вовсе сперва публично выступил против актрисы. Так что, как видите, принадлежность к бренду Марвел не стала для нее гарантией, а оказалась просто пустым звуком. И так, кстати, везде. Например, классные наушники можно купить в 4 раза дешевле понтовых Apple AirPods. Вот вам CGPods от тюменской компании Case Guru, которые вошли уже в топ-5 в России. Количество функций в разы больше, чем у яблок, а главное – влагозащита. CGPods можно мыть под краном и даже в душе от пыли, пота и после тренировки. Отличный звук и автономность 20 часов. Заряжаются они в оригинальных кейсах. У CGPods Lite самый маленький в мире кейс антистресс с магическим щелчком крышки, как коробочка для кольца. Девчонки в восторге. А кейс CGPods 5.0 из авиационного алюминия и выдерживает до 220 кг. У модели 5.0 сенсорные, а у Lite механические кнопки управления прямо с наушников доступно 11 команд. Продаются они в белом и черном цвете и отлично сидят в ушах. Тюменские CGPods уже вошли в топ-5 наушников в России. Купить их можно только онлайн. 3.5 тысячи рублей. Честная прямая цена без конских наценок сетевых гигантов. Производитель дает год гарантии, а если что, просто обмен на новые без ремонта. Ссылка на официальный магазин и код U2 на скидку 200 рублей в описании. В общем, ситуация начала выходить из-под контроля. Сама Letizia Ride практически полностью пропала из публичного поля, а вопрос с ее участием во второй пантере завис в воздухе. Но позже оказалось, что съемки продолжения стартовали и Letizia Ride все-таки принимает в них самое активное участие. Правда и тогда музыка, как говорится, играла недолго. Потому что уже этим летом, во время съемок второй пантеры, Letizia Ride получила травму, которую она до сих пор лечит в Лондоне. Так что само производство после этого резко забуксовало. А вот последней каплей стало новое, недавнее сообщение голливудского репортера, из которого следует, что актриса не вакцинированная и, следовательно, такой ее статус, как таковой, может помешать съемкам фильма, из-за ограничений на поездки, введенных CDC, которые требуют, чтобы не граждане и не иммигранты, которые летят в США, прошли полную обязательную вакцинацию. Так что, дескать, по данной причине, Letizia Ride и вовсе может оказаться вне каста Черной Пантеры 2 и одновременно с этим сильно навредит съемкам второй части, ведь ее героиня одна из ключевых. Вот тогда-то публика, так сказать, сорвалась, а люди, те самые, кстати, что приветствовали Letizia Ride не так давно, ринулись в свой излюбленный твиттер, чтобы массово призывать вышвырнуть актрису из фильма, причем в довольно-таки грубой манере, заявляя, мол, не велика потеря, никому она и ее Шуре особо-то и не нужна, типа обойдемся без нее. Понятно, что подобного рода риторика довольно-таки неоднозначная, потому что, да, ситуация сложная, и, возможно, решение Letizia Ride в самом деле создаст сложности в производстве, но, как минимум, пока актриса лечит травму, полученную на съемках этой самой второй Пантеры, призывать вышвырнуть ее оттуда, как мне кажется, некрасиво. Хотя при этом я не являюсь ни поклонником, ни уж тем более адвокатом Letizia, отстаивающим ее решение не вакцинироваться, вовсе нет. Сейчас скорее речь идет о том, сколь мимолетная и непостоянна толпа, и чего стоят все ее восторги, которые появляются особенно, когда в свет выходит очередная, как-то нынче модно сильная женская героиня, если чуть что не то, эту же героиню готовы стереть в порошок, говоря, мол, невелика потеря. Кстати, некоторые пошли еще дальше, призывая и вовсе перезагрузить персонажа Тичаллы, указывая на то, что смерть актера это еще не повод отказываться от персонажа в целом, мол, Джокера же не прикрыли после того, как Хит Леджер ушел из жизни. Ну то есть тут все очень и очень скользко и неоднозначно, но основную мысль можно и так уловить, сегодня тебя обожают, а завтра отменят такие современные реалии, и что самое интересное, отменят те, кто первые громче других восторгались в Твиттере. Тоже посмотрим, чем ситуация обернется дальше, вы прямо сейчас пишите свое мнение об этом, ну и конечно подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить все самые актуальные обновления. Спасибо всем, кто досмотрел до конца, пока-пока.